Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл лекций для библейского портала Экзегет по книге «Песнь песней Соломона». Эта книга очень сообразная, удивительная, а те, кто ее впервые читает, знакомясь с Священным Писанием, бывают поражены, удивлены и повержены в недоумение, что вообще такая книга делает в Библии. Она о чем? Причем тут божественное откровение? Где тут Слово Божие? Что тут хочет Бог сказать? Уникальная, удивительная книга «Ширгаширем Ашерло Шлома» «Песнь песней Соломона». В чем ее уникальность и неожиданность? Это настоящая древневосточная любовная песня. В этой песне напрямую ни разу не произносится имя Бога. Бог и не упоминается. Кроме одного текста в последней главе, где библеисты усматривают возможность предполагать, что тут все-таки имя Божие. Это книга, которая не дает никаких божественных откровений, здесь нет пророчеств, здесь нет нравоучений, что обычно присутствует в Священном Писании, и это не книга повествовательная. Здесь нет никакой истории, здесь даже нет какой-нибудь истории любви, как, допустим, история любви Иакова и Рахили в книге «Бытия». И такого здесь нет. Это любовная песня. И действительно, что она делает в Священном Писании? Мне довелось немножко заниматься содержанием, разумением этой книги. И вот что можно сказать? Для тех, кто не знает, скажу, кто знает, кратко напомню, устройство древнего Иерусалимского храма. Сначала был двор язычников. Туда, в принципе, мог войти любой человек. Потом был двор Израиля. Там уже была священная ограда, и туда мог войти только обрезанный, только член народа Божьего, Израильского. Потом был двор священников. Туда входили только когены, священники. Там они совершали жертвоприношения. Там был медный жертвенник, закалывались животные, приносились жертвы. Потом стоял сам шатер изначально, потом уже со времен Соломона, здание искусно сооруженное, святилище. В этом святилище был золотой жертвенник Курений, воскурялся Фимиам. Там был семисвечник, стол предложений священных хлебов, завеса. За завесой там не было никакого света, там всегда был абсолютный мрак. Туда мог входить только один раз в год первый священник, и все. И там находился один предмет, ковчег Завета. Это была главная святыня Израиля. А в ковчеге Завета находились две скрижали, на которых сам Бог начертал десять заповедей. Все. Вот эта краткая схема, как выглядел храм. И мне представилась эта книга неким подобием того Иерусалимского храма. То, что я сейчас перечислил, это семь шагов. Песнь песни можно прочитать семикратно. Семь прочтений. И образ этих семи прочтений – вот этот Иерусалимский храм. Двор язычников. Куда может войти всякий человек? Для этого не надо быть даже той самой истинной религией человека. Доступно всем. Это первое прочтение книги «Песни песней», ее буквальное понимание, то есть прочитать то, что в ней написано. Любовная песнь. Любовь жениха и невесты. Любовь Соломона и Соломиты. Любовь, она бывает у всех людей, она бывает у иудеев, у христиан, у нехристиан, у неудеев, у верующих, у неверующих. Она бывает у всех людей планеты. Она была во все века человеческого рода. И это доступно всем. Итак, первое прочтение двора язычников – это прочтение и понимание в прямом значении любви жениха и невесты. И соответствующим образом наличие этой книги в Библии освящает, божественно освящает, любовь жениха и невесты. В отличие от таких еретиков, которые когда-то в первых веках христианства имели место, манихеи, которые считали все материально и, конечно же, земную любовь жениха и невесты, мужчины и женщины, чем-то порочным, греховным, оскверняющим человеческую природу. Церковь освящает брак, брак честен, ложе непорочно, слова апостола Павла. И, соответственно, она освящает любовь, супружескую любовь, которая предваряется любовью жениха и невесты. Вот это первое прочтение. Это двор язычников. Однако же великие толкователи и иудейской традиции, раввинистической, например, Авен Езра восклицал, что весь день не стоил того дня, когда была написана эта книга. И никто да не говорит, что она понимается буквально «ни-ни». То есть дальше начинается дверь иносказания. Это можно сопоставить с вот этой самой священной оградой. Теперь мы переходим через дверь иносказания. И в иносказательном отношении, в иудейской традиции, которая, безусловно, уже была в дохристианские времена и продолжалась позднее, Мы имеем ряд толкований знаменитых средневековых раввинов, знаменитое толкование XI века учителя иудейского Раши и других толкователей. По сегодняшний день, это понимание песни-песней, как любовь Всевышнего и Его народа. Израиль, в таком случае Суламита, а Бог — это образ жениха Соломона. И в таком случае песнь-песней прочитывается, как любовь Бога и Израиля. Вот в соответствии с устроением Иерусалимского храма двор Израиля. Дальше мы входим уже в традицию христианских времен. В христианстве возникло интересное, своеобразное прочтение этой книги. Первым, ну, по крайней мере, из дошедших до нас текстов является текст «Две сохранившиеся гамильи». Это не полностью вся книга «Ориген», и примерно в то же самое время на Западе «Ипполит римский». Они прочитывают эту книгу, как любовь Христа и Церкви. У дальнейших, очень многих отцов, также это самое прочтение. Здесь следует указать святого Афанасия Великого, потом очень знаменитое толкование песни-песни святого Григория Низского, это родной брат Василия Великого. Он написал точное изъяснение книги «Песни-песни», это IV век. И позднее, самое полное из дошедших до нас, это толкование блаженного Феодорита Кирского, уже V век. И множество других отцов, которые следовали их традиции, это любовь Христа и Церкви. То есть то, что там был Израиль, то теперь, опять по словам апостола Павла, Церковь – Израиль Божий, а Бог теперь уже конкретно воплощенный Бог, Христос. Любовь Христа и Церкви. Дальше идет святилище, куда уже входят только священники, куда уже не могут войти все. Это уже внутренняя храма. Это будет четвертое прочтение «Песни-песни». Это Бог и душа. Тогда невеста Суламифь – это душа, а жених – это Бог или Христос. И так, и так. И любовь Бога и души. Это толкование, оно встречается в основном у преподобных отцов. Это Макарий Великий, Александрийский. Это Ава Евагрий. Это почти все отцы, чьи тексты опубликованы в доступном для русского читателя варианте «в добротолюбии». Очень многие отцы, которые рассматривали таким образом Бог и душа. Эти два толкования, они одно в другое переливаются. Христос и Церковь – Бог и душа. Христос и Церковь – можно проследить это в основном толкование святителей, епископов, понятно, людей с таким экклезиологическим сознанием, мышлением. А Бог и душа – это внутренняя, это преподобные отцы, которые заняты внутренней жизнью, жизнью внутреннего мира христианина, человека, его взаимоотношений с Богом. Вот эти два толкования, безусловно, являются основным пониманием и прочтением в христианстве. Далее – завеса и мрак святого святых. Это аскетическое прочтение Священного Писания, очень своеобразное. Это Христос, как перводевственник. Вот Христос нам известно как. Вот Он – священник по чену Мелхиседека, Он – пастырь добрый, Он – камень, который пренебрегли строители, Он – дверь, Он – истинная виноградная лоза, Он – спаситель, Он – агнец Божий, который берет на себя грех мира, Наконец, царь иудийский. А вот Христос – перводевственник. Такое понимание впервые, пожалуй, высказал святитель Мефодий Потарский в знаменитом своем трактате «Пир десяти дев» Мефодий Потарский. Это Христос и девственная душа. Тогда Суламиф является девственницей, а Христос – перводевственником. И это же толкование очень ярко выражено в трактате святого Амбросия Медиаланского, западного святого отца IV века. Вот такое понимание. И удивительным образом песнь песней превращается в монашескую книгу. Ведь монах – это не безбрачный человек, а это девственная душа, которая уневестилась перводевственнику, Христу. Вместо венчания – монашеский постриг. Вместо белого подвенечного платья – черное монашеское одеяние. Вместо фаты – монашеская наметка. Ну вот так. Это очень интересное понимание. Ведь все остальные добродетели были в Ветхом Завете. Милосердие, любовь, правдивость и так далее. Это все было и в Ветхом Завете. А вот девство – это то новое, что принес Христос. Он как перводевственник. Вот такое понимание. Это уже будет таким пятым прочтением. Его можно назвать аскетическим. Некоторые монахи на Великий Пост, уединяясь в пустыне, проводили время, читая книгу «Песнь песней». Отдевительный образ. Все ее образы прилагаются уже к этому состоянию. В Святом Святых находится Ковчег Завета. Ковчег Завета в христианской традиции является символ Девы Марии, Богородицы. Такое толкование пришло как-то неожиданно. Здесь четко есть первый толкователь. Это святой Амбросий Медиаланский, который истолковал книгу как «Любовь Христа, жениха, песни песней» и «Девы Марии». Богородичное толкование. В Западной Церкви на Богородичной празднике читается «Песнь песней». В Восточной Церкви у нас в Православии очень многие Богородичные стихиры, догматики, Богородичные, составлены на основании «Песни песней». Обычно люди читают, поют эти вещи, даже не догадываются, что образы-то взяты из «Песни песней». То есть это понимание вошло в плоть нашего православного богослужения. Такое понимание. И, наконец, в Ковчеге скрижали завета. Скрижали завета. В утробе Девы Марии воплощенное слово. Скрижали завета воплощенное слово. Тогда Бог на камне начертал свое слово. Теперь Бог сам в утробе Девы воплотился. И тут возникает, пожалуй, самое уникальное восприятие, седьмое прочтение, христологическое. Оно не дается в виде цельного толкования, а дается в виде изречений у двух отцов. У святого Афанасия Великого и у святого Мефодия Потарского. В таком случае Суламифь это человеческая плоть, человеческая природа. А Соломон, жених, это божественная природа во Христе. И тогда песнь песней является гимном те, кто знакомы с догматикой, халкидонского догмата Бога воплощения. Слово стало плотью. Это гимн любви, слова и плоти. Вот такое понимание, такое толкование. Вот таких семь толкований. Теперь пришло время ответить на вопрос, который вполне возможно может даже у многих возник. А не надуманно ли все это? Любовная песнь предполагает ли она такие прочтения, такие толкования? Вот допустим, притчи, притчи Христа, они требуют, чтобы их иносказательно объяснили. Понятно, что речь там идет не о сеятелях, не о женщинах с закваской, а о чем-то духовном, и вот это надо объяснить. песнь песни не требует своего иносказательного толкования. Когда ее читаешь, там нигде нет надобности понимать ее иносказательно. И среди современных читателей этой книги и наблюдается часто, что ее не надо иносказательно понимать. Вот любовная песня и все. Если я уже привел из раввинистических высказываний, то в православии на Пятом Вселенском Соборе было тоже отвергнуто мнение Федора Мабсуветийского, который считал эту песнь исключительно любовной песней, не имеющей иносказательных смыслов. То есть церковь тоже воспринимает эту книгу принципиально как книгу, имеющую отношение к взаимоотношениям Бога и человека, любви между Богом и человеком. Надумано или не надумано? Так может быть и правда, каждый теперь будет читать и придумывать все, что ему хочется. В принципе, да. Каждый может читать и придумывать все, что ему хочется, и будет очень даже надуманно. И таких надуманных толкований существует немало. о чем же здесь идет речь? Есть такой метод толкования, который в иудейской традиции называется Асмахта. Слово, которое переводится собственно «прислонение». Вот какую-то вещь я могу прислонить к чему-то. Ну, например, доску. Я ее могу прислонить к стене, я ее могу прислонить к скале, я ее могу прислонить к стволу дерева и так далее. Собственно, экзегизис, он предполагает извлечение смысла из текста. Асмахта это противоположное направление. Из текста не извлекается мысль. Мысль уже есть. однако эта мысль просит быть проиллюстрированной. То есть она хочет быть к чему-то прислоненной. На этом построена собственно говоря вся поэзия. В поэзии есть какие-то ну рациональные мысли, а прислоняют их то к облакам, то к цветам, то к полям, то к чему угодно. Берутся образы. Вот эти иносказательные истолкования песни-песни это именно этот случай. Нельзя говорить, что песнь-песни есть притча, которую надо истолковать. Она не притча. А вот благочестивая мысль может быть прислонена, может найти свой образ в песне-песней. И вот эти благочестивые мысли сначала иудейского народа, а потом и христианской церкви, как я об этом уже рассказал, они прислонялись к песне-песней. Поэтому невозможно вот прочитать какой-нибудь текст, допустим, там первая глава, седьмой стих, а вот здесь говорится о том-то. Это означает то. Это не совсем так или даже совсем не так. Такого нету. Есть мысль богословская, и я ее прислоняю к вот этим образом, которые даются в песне-песней. Это широко использовалось с святыми отцами, как я об этом уже рассказал, имена некоторых отцов назвал. И это имеем право делать и мы. Причем здесь получается некая пестрота, но непроизвольность. Пестрота в том, что я не могу сказать, что, допустим, если здесь упамянуто корица, то я говорю, корица означает то-то. И попробуй по-другому говорить. Нет, такого не имеет места. Что угодно может быть прислонено к этой самой корице, может быть ею проиллюстрировано. Таким образом, и сегодня читатель «Песни песней», он может свои благочестивые размышления о любви и, конечно же, о любви между Богом и Его творением, начиная от брака и доходя до глубин и тайн христологии, он может находить образы и иллюстрации отсюда. Поэтому нисколько неудивительно, что у разных отцов вот эти самые иллюстрации, очень разные. Один иллюстрирует так, другой иначе. Но опять вот эта многоголосица отцов, это не какие-то противоречия, как же так, один толкует так, а другой так, а потому что он не толкует, он размышляет, иллюстрируя свою мысль этой книгой. И отсюда эта пестрота, это удивительно прекрасная мозаика, некая поляна с самыми разными цветами. Вот все эти суждения и размышления. Даст Бог, мы с вами прочитаем книгу и немножко прикоснемся к основному христианскому толкованию Христос и Церковь, Бог и Душа. Потому что все это все-таки необъятно для нашего формата, а вот Христос и Церковь, Бог и Душа, то есть основное христианское восприятие, это мы с вами надеюсь в следующих наших беседах, лекциях обсудим. Продолжение следует...